Полностью решить проблему с дефицитом медицинских кадров нужно к 2024 году. Это касается всех регионов страны. Такую задачу поставил президент. В Хабаровском крае больницы и поликлиники укомплектованы специалистами на 60%. В селах ситуация хуже. Как привлечь врачей в отдаленные территории, обсудили в региональном парламенте на заседании Совета, в состав которого входят председатели собраний депутатов со всех районов. Репортаж Ксении Брониславской. В Охотском районе медучреждения укомплектованы наполовину. Не хватает узких специалистов и терапевтов. Сказывается суровый климат, транспортная доступность, высокие тарифы и цены в магазинах. Десяток яиц стоит 270 рублей. На север приезжали по контракту специалисты Санкт-Петербурга и Улан-Удэ, но спустя короткое время расторгали договоры и возвращались домой. Все держится на врачах с большим стажем. Проблема дефицита кадров решается за счет совместительства. Человек не может работать 24 часа в сутки. Если он провел прием как хирург, а после обеда или там вечером пойдет принимать как офтальмолог, это же тоже недопустимо, что у нас врачи так и делают. Плюс еще дежурство в стационаре, проводить операции, то это действительно качество довольно очень сильно страдает. Чтобы привлечь врачей в села и малые города, Минздрав делает ставку на целевую подготовку и выплату подъемных. Со следующего года размер финансовой поддержки для врачей вырастет с одного до двух миллионов рублей. Для фельдшеров с 500 тысяч до одного миллиона. Некоторые районы пошли дальше и оказывают дополнительную помощь. Лишь бы не уезжали. Я знаю, например, по опыту того же Верхнебуринского района, он масло взял и подписал свое распоряжение о том, что кто приезжает в район, помимо того, что он получит, например, 2 миллиона рублей выплату, он еще заплатит из районного бюджета 900 тысяч рублей врачу, а 600 тысяч рублей фельдшеру. Кто мешает? Да никто не мешает. Депутаты утверждают, что такая практика подходит не для всех районов. Остро стоит вопрос с квартирами для врачей. Почти везде не хватает жилого фонда. Участники заседания считают, если медучреждение передано в краевую собственность, то и помогать с жильем должно правительство региона. Такое интересное, очень живое состоялось у нас заседание. Для меня оно было абсолютно первым, абсолютно новым. Я тоже для себя сделаю немало выводов. Значит, у нас будет принято решение, которое мы будем направлять в правительство Хабаровского края, губернатору Хабаровского края Сергею Ивановичу Фургалу. И, несомненно, все рабочие вопросы будут переданы в постоянные комитеты, думаю, с тем, чтобы так же ими заниматься. Проблему с дефицитом медицинских кадров должны ликвидировать через пять лет. Пока в селах врачей не хватает, помощь населению оказывают, в том числе, выездные бригады. Ксения Брониславская, Павел Павлов, телеканал «Губерния».